Барбара Гедес 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 И президент Теодор Хойс, и Кондрат Аденауэр, и Вилли Брандт, и кто угодно. Это были люди из поколения, из того самого поколения, которое прошло войну. И они себя не запятнали, но в биографиях у них было разное. То есть нормальный политик – это человек, который прошел большой путь работы над собой. Он был правым, он был левым, он ошибался. И это нормально для западной политики. Русский человек не может простить ничего, ни малейшую оговорку, никакому политику. Он хочет голосовать за чистого ангела, вот совсем чистого, и так, чтобы вокруг него тоже были ангелы. И тогда, может быть, он поднимет задницу из дивана, и так и будет, пройдет, проголосует. Это, в общем, вряд ли по большому счету. То есть привычки к демократическим усилиям, понимание, что свобода – это работа, это работа. В том числе такая нудная работа, это часовой механизм. Свобода – это скучно, да? Вот как в Швейцарии. Там свободно – свободно, скучно, но вот это все работает, часовой механизм. Ну, тяжело, конечно, русскому человеку, там, баня, водка, гармония, лосось, а тут надо работать над часовым механизмом. Я не думаю, кстати, сказать, что демократия сейчас, не то что сейчас, а ближайшие 10-20 лет в России возможна. И, на самом деле, это так прекрасно, что мы говорим об этом на канале Freedom, и это украинский канал, и вам это нужно. Вам нужно то, что, в общем, мне кажется, не нужно большинству граждан России. И вы делаете это потому, что вы понимаете, что свобода нужна всем, нужна каждому человеку, даже если он хотел бы немножко полежать под чьей-нибудь железной пятой. Знаете, лучше скучное завтра, чем путинско-пригожинское сегодня, как мне кажется. И для россиян хочется в это верить, и видим, да, немногочисленные массажеры, но все же, которые все больше, все больше, как снежный ком, о том, что россияне как раз хотят скучного завтра, спокойного, швейцарского завтра, чем сегодня и послезавтра путинско-пригожинского. Ольга, спасибо вам огромное, рада вам всегда на телеканале Freedom, и спасибо за такие слова.